Какие-то у вас свои вопросы есть? Задавайте. Как беседа лучше поставить? Вы задаете вопросы или что-то спрашиваете? Потому что что интересно, то спрашивайте. Интересно на что направлено в первую очередь? Да, давайте на этом остановимся. Смотрите, это вообще универсальное средство, которое, вот знаете, я так как занимаюсь оздоровлением и в этом деле работаю много лет, из всего, что имеется, это самое лучшее, когда тебе дается готовая энергия. То есть вот Джуна в свое время, она лечила руками, она давала энергию, и если вы посмотрите, ну не будем брать там Брежнева якобы лечила, не лечила, но есть достоверные съемочки, когда Райкин, отец Райкин, рассказывает. О, Джуна, раз, 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 так хорошо, так это мне, так все это, болезнь не отступает. То есть дается жизненной энергии, человек сразу же, он расцветает, не надо никаких лекарств, вот так вот это. Правда у него потом все это спускало, энергия, то есть она не держится. А в данном случае вы вот этот, с помощью этого тренажера или там гимнастики вырабатываете энергию сами. Вы ее мощно вырабатываете. Из внутренних резервов, да, получается. Не из внутренних резервов, вы ее вот черпаете, то есть вы взаимодействуете, будем говорить, ну можно так говорить, со Вселенной. Вы даете усилие и назад она возвращается. Почему? Потому что Самодумов, Закройте, а то все-таки она так поскваживает немножко. Самодумов Анатолий Иванович в свое время, конечно, он ее там по мере силы возможностей пропагандировал. И различные делал, как бы сказать, показательные выступления. Приходили разного рода ученые и целители. И в частности приходили с этими аппаратиками, которые снимают излучение ауру. И вот как раз, значит, этот ученый, он приходил, значит, до подъема, до подъема. Вот одна, допустим, аура, человек поднимает, значит, она, допустим, немножечко там уменьшается. Вот, а потом через некоторое время оно еще больше становится. То есть, в зависимости от того, сколько вам дали, вам еще больше. Еще больше возвращается. Вот, вот это основной раз. То, что энергетики вы получаете больше, это однозначно. И вы сейчас все почувствуете, как это происходит. Далее, интересная вещь, как раз он рассказывал, это, еще, значит, такая простая вещь, это вправление суставов. Оказывается, я так же и не думал, что она так интересно действует. Вот, вы, значит, ложитесь, грубо говоря, спиной, ножки сюда, и начинаете давить вот этот гриб, ну, я там покажу. И за счет того, что вы давите, а здесь расслабленность, у вас таз вот так вот, только раз, раскрывается. И то, что сжато было, аж в копчике у меня трещало, оно все становится на места. То есть, справляется отлично. Я просто скажу, что это не жена. От этого до, таз, от копчика до поясничного отдела. Далее, там еще делаете, там идет правление вообще по всему. Это за счет, наверное, нагрузки большой, да? Тело само начинает выравниваться. Да, потому что все вот эти вот, как бы смещения в области поясницы у нас происходит внутрь. Вот этот прогиб, вот что мы бы не делали, оно в основном у нас сюда и смещается внутрь. Вытянуть ее очень сложно. Там банки применяют, на мне там делали это, и там все что угодно. А потом она опять съезжает. А тут она еще укрепляется. Она не просто туда, раз. У некоторых людей, которые ко мне приходили, такие щелчки, такие щелчки, знаете, и сразу же легче становится. Вот, то есть справляется. Болели плечи лично у меня, довольно-таки сильные такие. Вот, такие вот упражнения вот эти вот, с продавливанием, да? Насколько я видел по технике, это получается микродвижение, да? Микродвижение. Да, 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 вообще-то такое. То есть это никак, как штат. Не полный фронт, а это там вот, чуть-чуть, пару сантиметров, да, получается? Да, пару сантиметров, но за счет вот этого вот проходит, вот, будем говорить, как бы сказать, энергия. И она вот действительно какой-то целительный, так сказать, работает, что плечи у меня перестали болеть, локти у меня перестали болеть. Потому что, вы видите, тут железа разного много, я занимался. А от этого железа, вроде, хорошо, мясо там растет. Ну, это, суставы вот так или иначе с весами начинают попаривать. Хотя здесь веса намного больше, чем в стадии. Веса намного больше, но именно вот за счет того, что энергетика, вот это идет. И если так взять, ну, мировую практику, в Китае, да, по-моему, в йоге, там, ну, в основном, в Китае есть так называемые техники сложения костей. Я думаю, что это такое? Сложение костей, которые считаются тайнами и так далее, связанные с вот это, как они говорят, цигун, вот это с большим напряжением и так далее. А здесь вот то, что я сам задумал, гениально задумывался, никаких вот таких каких-то специальных упражнений или еще нету. Тут простое, тут чисто ты с энергией работаешь. И далее у нас еще, я вот все думал, знаете, такая у меня мысль была. Вот рассказывали так, вот рак пошел в кости, в костный нос и человек все, умер. То есть, он борется, 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 как только рак пошел в кости, ну, а что там в костях делать? Что там ему надо? Да? И оказывается, там костный мозг, который вырабатывают вот эти стволовые клетки, которые вырабатывают, агнезий и так далее, и тому подобное. И с помощью вот этих именно, знаете, вот, как бы сказать, вот кость, она не вот так прочная. Она прочная вот так именно. Вот за счет вот этого, только тут нагрузка должна быть намного больше, значит, идет стимуляция костного мозга. И вот эту вот стимуляцию костного мозга, самодумав, ездил в Америку, мы приглашали, и там делали исследование, говорили, ну, беря эти пробы этого мозга. Вот он представляет жир, ну, жир, кстати, и самодум. А потом, говорит, со временем он становится красным, то есть, вот красная теза, вот это все, то есть, он начинает вырабатывать вот эти все эти клетки и так далее. То есть, мощная стимуляция вот этого вот костного мозга, что хочет. А у нас тут кости такие вот такие. Все самые, ну, да, да. Да, вот это самое то, что нужно. То есть, вот эта вот стимуляция, да. И что я еще на себе это увидел, вот, существует так называемая гормонально-заменительная терапия. Ну, качки качаются, анабулики едят, потом у них, грубо говоря, они бросают это там, лечит, все, да. И мясо спадает, и половая функция уменьшает. И они вот этот вот подкалывают, там сидят, вот этот на этой. Вот эта вот штука, оказывается, очень мощно стимулирует гормональную систему. Потому что очень мощно стимулирует. За счет стресса, я считаю. Ну, стрессовая ситуация. Ну, напряжение считается, да. Стресс же напряжение. Это же не естественное состояние человека. Не естественное. Это, как бы сказать, Ну, вот, вот, бегает мой внук, да, он бегает. Дрын-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. То есть, какая-то, грубо говоря, Ну, не стимуляция, что ли. Вот природная вещь. Импульс. Импульс и природная вещь, типа, как бы сказать, запаса прочности. Заложено. А с помощью вот этой штуки, вы еще ее больше увеличиваете. Вы увеличиваете, да, вы расширяете. Очень интересная эта система нам почем, потому что мы работаем, Татьяна работает с клеткой, то есть, это на уровне клетки выравнивания организма. Я работаю связки, зажимы, сухожилия, снимаю блоки, зажимы разными техниками, в том числе и гравитационными. И кость, да, прям решенка на торже. Знаете, что вот это? Вот если, ну, я особо на правиле там не занимался, хотя ко мне приходит этот человек, у которого правила, и который занимается, что тут получается, что вот эти вот зажимы, которые имеются по позвоночнику или еще где-то, да, в смысле мускульные спазмы, их очень трудно расслабить. Когда вы делаете напряжение гораздо больше, нежели вы в жизни делаете, вы в жизни таких не делаете напряжения. Происходит вот это, вот знаете, такое раз расслабление, вы расслабляетесь, у вас сон лучше, вот. Так интересно, казалось бы, наоборот, напряжение создает потом в дальнейшем спазм, да? Ничего подобного. Вот эти вот микроспазмы, которые у вас имелись, они, знаете, как волную только, раз и стерлись, вот начало напряжение. И причем вот эти микроспазмы, ну, вот это, знаете и понимаете, что их очень трудно расслабить, по позвоночному столбу, а возникают они там от каких-то мыслей, от каких-то эмоций, еще чего-то так далее. Вот. И они начинают вот это самое, сжимать и тянут дальше. И тянут, да. А тот, вот за счет вот этого, вот так, хоп, она вот снимает вот это глубинное напряжение. Насколько я понимаю, что настолько большой энергетический поток идет, что за счет него оно и разжимает изнутри. И только за счет того, что вот эта вот штука концентрирует максимальное количество энергии, а большое количество энергии, оно в принципе не может содержать в себе спазмированность какую-то. И оно начинает... Ну вот да, вот вы... Сколько лет занимаетесь? Уже пошел пятый год. Я очень плотно занимаюсь. Раз в неделю. Даже иногда чаще занимался. Но сейчас пошли больше веса, и я не успеваю остановиться, поэтому надо это самое, перерывчики побольше. То есть у меня вот где-то дней... Ну, дней восемь-девять перерывы. Вот я чувствую, как она... Баба остановилась. Следующий день. По телу уже смотрите, да? Да. Вы сомневаете, что-то заметили? По телу себя до и после, вот, пяти лет. И, точнее, когда появился первый эффект? Первый эффект появляется сразу же. Сразу же. Поднялась температура, и началась, как бы сказать, своеобразная ломка. Это как раз стресс-реакция организма. Да. Вот это вот. Первый эффект проявляется, если у человека какое-то смещение в области поясницы, там, буквально-таки на первом занятии, вот это щелкается, вот эти вот все, это вправляется и так далее. Вот до того, что вот... Ко мне обратился где-то девятнадцатилетний парень, он повыше меня, вот такой, потоньше. У него ноги были разные. Говорили, что это разное. И вот он первое же упражнение сделал, только он говорит, о, у меня ноги стали одинаковые. То есть таз вот этот вот стал на место, но я одинаковый. Очень доволен. И я его спрашивал, а что там с тобой? Потому что он говорит, мне надо там поплавать, расслабить. И в разговоре выясняется, что у него что-то там с позвоночником, ему предложили операцию за 400 где-то тысяч, винты там, винтить и так далее. Ну, вот он, понимаете, позанимался, все это сразу стало совсем другим. Ну, так что... Вот два соседа занимаются у меня, они довольны, как слоны. О, энергии, говорит, хватает на неделю, потом, говорит, немножечко там подспускают. То есть это вот... вы увлекаете нас... Да, дает радость. Что самое интересное. Ну да, я не знаю, какие виды упражнения. Упражнения простые. Упражнения тоже мне дают радость, но такого вот эффекта тоже нет. Я не знаю, вы сейчас просто еще ничего не делали, поэтому вам трудно судить. Да, конечно. Вы сейчас что-то сделаете, тогда у вас что-то появится на своем. А так говорить. Ну, если еще какие-то вопросы... Какие-то были случаи осложнений или, наоборот, какого-то отрицательного воздействия данного... Мининный состав является ли противопоказанием? Еще разок. Мининный состав является ли противопоказанием? Либо металл в теле? Если сустав уменен, лучше не надо. А нагрузка идет огромная, и там же штырить вставляется. А как бы они там трубчатую кость не раздавили? Нет, они что-то раздавили, а тут еще надо. Нет, то есть мининные суставы, все уже, лучше не связываться, потому что... Не то. То есть все можно восстановить, вот, с помощью простых вещей можно восстановить, но когда вот это влезли, суставы, еще что-то... Ну, архитектоника меняется уже все, природа, что не создана. Все, это уже лучше тогда не браться. Геннадий Петрович, какими еще пользуетесь по здоровью? Может быть методиками, диетами? Как поддерживаете? Вы очень хорошо были? Бодро очень. Семь лет? Лично. Да, мы умы, мы не справки, но мы посмотрим. Семь лет, да. Я думал, что жизнь как-то уже, вот до занятий вот этой гравитационной гимнастикой, я думал, ну все, подошла к концу. Ну, что и мужчину, и женщину, как бы сказать так. Это, в первую очередь, половая активность, да, половая активность, особенно никакой, боли, вот эти вот, ты не видишь перспектив никаких, что дальше похоже, хуже, хуже. Вот, и вот это я занялся, и теперь думаю, хо-хо, да еще можно пожить, еще как пожить. Все функции возвращаются. Качественно. Да, да, все опять, все опять возвращается. Суставы, все. Ну вот, как видите, энергетика, суставы, голос. Голос, да, я тебе чувствую. То, что, да, там где-то с зубами, допустим, до этого, ну, попортилось, я такой, знаете, насчет зубов, такой период есть в жизни, вот, если ты как-то не уследил, вот это, что-то испортилось, а потом хоть, хоть что-то ты делал, а допустим, там, грубо говоря, нескольких зубов уже там нету, или еще что-то такое, ну, так вроде ничего. Да, энергия, это самый важный ресурс, и жить без боли для меня, и критерий здорового человека. Без боли внутренние, о, о, что надо еще, знаете, это самое, я все это подчеркиваю, и как-то до многих это не доходит. Это то, что самодумал свою эту гимнастику, сначала хотел назвать иммунная гимнастика, что она очень сильно, за счет того, что энергетика большая, подавляются вот эти все разного рода бактериальные, и какого-то процесса там в организме человека. Ну, потом люди сказали, нет, не, не, не бери. Что я на себя ощутил? У меня, грубо говоря, там в одном месте были там прыщички, прыщички в течение десятилетия, там, то больше, то меньше, то меньше, то меньше. Как только я занялся вот этой вот штука, допустим, все это исчезло. Вот что касается работы предстательной железы, там лечат, не лечат, вот на этой тренажере прекрасно, представленная железа, чем мы ее. За счет снятия зажима, получила кровоток, зажима, да, кровоток, все, конечно, естественно. Энергетика, подавляется энергетикой, это все намного, намного. Получается, что вся наша гиподинамия способствует тому, что сам человек к себе приводит в такое состояние, что живет с болью. А так, вы знаете, я же написал книги, то есть, прежде чем написать книги, я там занимался всем этим делом, это с 80-х годов прошлого века, все это у меня началось, и я потихонечку шел, шел и то, и все делал, и встречался, и пробовал, и описывал, и все это, то есть, много, и 40-дневный голод, и также окунание в прорубь, и занятие йога, я, если там, фотографию, сидел в закрытом лотосе, лотос, это вот так сидите, еще руки туда, и вы держитесь за эти дни, скажите пожалуйста, Геннадий Петрович, жена вас занимается данной практикой? Нет, жена не занимается, насколько я ее не пытаюсь, домашних, они что-то, они, они, какие показания? Это вот суставы искусственные, искусственные суставы, ну, по-моему, когда человек не понимает, что это так делать, он не понимает, не ошибается, да, а так в основном, все остальное можно. Вот у меня, я тут упала на балансборде, у меня немножечко еще боль осталась, то есть это не является противопоказанием, да? Боль нет, ладно, там же ничего не сломилось, нет, не сломилось, просто растяжение свяжется, ну, растяжение это, не является противопоказанием, нет, не является, наоборот, оно должно побыстрее пройти, просто там, показать, что там, как там, куда там давить, то есть, вначале, надо человеку, ну, одно дело, просто показать, рассказать, как давить, чтобы он понял, как это дело делается, ну, это он быстро, в основном, схватывает, и дальше, кажется, идет уже просто наработка всего этого, спешить не надо, потому что все-таки эти суставы, они потихонечку укрепляются, тренажер, вот, то есть, это не тот тренажер, которым нужно каждый день заниматься, раз в неделю, это не раз в неделю, это вначале идеальнейший вариант, чтобы как-то оно шло, вот, а так, в дальнейшем, можно там, и раз в две недели, как там, из-за Мадонова, еще там что-нибудь такое, грубо говоря, выправить тело, а потом использовать это, как поддерживать, да? Да, вы будете давать, что, сил, у вас появятся, такие стихи, вы будете соединяться с силами, с космическими, вот, такое стихотворение, не просто я его там написал, а мне дали, я мира мироздания, и глубина, и ширина, и воплощение знания, я корень, слово, источник жизни и миров, я формирую бытие, свое, ее вселенной, все источники любви своей, которой космос заполняет, я так живу и процветаю, буду жить и процветать, любовь и счастье воплощать, заполнить им всем мире, где буду я, где будешь ты, где я, где я, в землю этой красоты, то есть, пусть появится, мощь, вот, разряжайте свою энергию, вот этот феномен, через экран и так далее, то есть, вот это все, бум, 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 не хочу сказать, что я схвастаюсь, знаете, вот я смотрел, может, вы и смотрели, Шричин мой, такой был, учитель индусский, он приехал в США, и там, он тоже веса там, большие там подымал, и то есть, и пятая, и десята. И я хочу сказать, вот смотрите, что у меня по жизни было, как бы сказать, два предназначения, это, когда я начал заниматься этим делом, то я сел, ну, как можно говорить, в медитацию, я закрыл глаза, и у меня перед глазами закрытыми книги, одна книга, другая книга, еще, 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 думаю, о, надо же, да так ярко, да так это самое, знаете, грубо говоря, на арабском, на древнерусском, еще на каким-то там, и понятниками, и в цвете, там, и в цвете, это как раз проплыли, потом все, ничего не было, ну, к чему это? Будешь писать книги, ну, я вам подарю книги, в девяностых годах, я, наверное, в девяностых годах, было где-то, продано, миллионов 50 книг, откуда этот дом, откуда этот дом, да, с книг, да, с книг, с миллионов 50, на здравоохранительную тематику, представляете, в России, в России, в России, были переводные здания, но переводные там, не особо, и мне снился сон, мне снился сон, что я поднимаю железнодорожные пары, это колеса, это очень, я как-то это самое, очень давно приснился, так, я что-то поднимаюсь, сначала как-то тяжеловато, потом, потом, раз, 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 и я проснулся, я мастер спорта по тяжелой атлетике, в прошлом, это самое, и думаю, вот сон приснился, колеса, плеснорожка подала, к чему, и вот прошло много лет, лет двадцать или тридцать, прежде чем к этому подключился, то мне тоже показали, что это твое дело, ну вот, я этим делом занимаюсь, вот такие вещи, таких смог, насколько я понимаю, ни у кого с этого нет. Есть у вас цель популяризировать это? Ну, познакомить больше людей с этим? На своем канале, Малахов, канал называется, Маэта Беннадий, я выложил годовое занятие свое, я вот все снимаю, чтобы если люди, вот с нуля, с простой рамой, люди занимались, ну кто, есть интересы? Ну, есть интересы, а сейчас все больше и больше, потому что люди не понимают, это вот как, этот, джокс, телефончик, такой придумал, который, вот теперь он всем нужен, что это то, что вот надо, то есть, гормонозамедительной терапии тебе не надо, стимуляция идет, энергетическая идет, суставы здоровы, здоровы, ты емарин. А сколько таких оборудований стоит в России? Да немного, насколько я знаю, Петербург, Екатеринбург, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, не знаю, не уверен, но еще, где-то, где-то аппаратов, наверное, пять, даже где-то там в Лондоне есть, и еще, что-то такое, что-то такое распространилось, а гравитационная гимнастика, что придумал, самодумал, из-за того, что он сказал, что я ставлю поле, вот, а спортзал перенесли, и уже, сверху, говорят, это уже у вас в Магнитогорске там ближайший вот там друг Борис Николаевич, вспомнил, скажем, вот, они перенесли, это уже не гравитационная гимнастика, вот, самодумал стоит, а самодумал уже умер, и остался только один серпухов, и там занятие, вы знаете, десять тысяч одно, на такой системе? Ну, не на такой системе, они будут вам, даже не сносор, они будут вам, грубо говоря, 140 килограмм, они вам будут 140 вешать, а здесь, на это, за счет рычага, мы сейчас повесим 140 килограмм, один блинчик, вот этот вот, легче же повесить, нежели там, бим-бим-бим, одевать, и все даст, и вот это все, ведет к тому, что этот не будет, а вот тренажер, вот это другое дело, ну и, ну, чтобы, инструктора были такие, почему же понравилось Александру, потому что он встретил, и Галиня, Галина говорит, «О, я тут поднимаю больше, чем где-то там», то есть они ощутили, вот это, нет, Александр говорит, что именно в динамике он ощутил эффект, отображения, эффект, а Галину мы не спрашивали, а мы не общались так лично, а не спрашивали, ну вот, то она еще больше эффекта ощутила, там, про что, ага, хорошо, А как правильно называется этот аппарат? Это называется, ее назвал, ученик, самодумово, Сергей Прокопович Кривых, он его придумал, назвал его, и зарегистрировал это, как изодинамическая гимнастика, у того гравитационная гимнастика, у этого изодинамическая гимнастика, ну, я занимаюсь сам, можно так сказать, по своей системе, то есть, вот пять упражнений, ну, я вам покажу, что вы делаете. То есть вы, я у них не обучаюсь, вы сами, да? Ну, нет, нет, просто взяли прибор и сами начали сделать. Да. А они дают другую методику? Да, и у самодумово, что я занимался, и у этого, она менее эффективна, потому что, один раз, только раз, а за раз ты ничего не почувствуешь, надо раза три, и тогда еще подходит энергия, ты чувствуешь, ох, она пошла, а так раз, два, три как-то, ну, А патент есть, имеется на этом бардине? Значит, у самодумового, он запатентовал гравитационную гимнастику в Америке, и там, вот, пять тренажеров, тут, видите, один тренажер, все, а там просто пять, вот, стоят там, спортзал, вот, кривых, тоже ты ее запатентовал, значит, эзодинамическая гимнастика, насчет тренажера, я не знаю, насколько он ее запатентовал, или нет, потому что тут мне пришлось много дорабатывать, вот, вот, это вот, железяки не было, вот этих двух железяк, которые его еще укрепляют, то есть, он в разборном виде пришел с Екатеринбурой, я его тут собрал, и для небольших таких весов, да, нормально все, и в пол, чтобы был какой-то бетонный, вот, у него, скорее всего, бетонные, вот эти, вот, штыри, они туда влезли, хорошо держат, у меня пол такой, этот, не особый, и мне пришлось, вот, его дополнительно укрепить, там, кое-что там, это вот эти уголки, да, крайние, да, вот эти вот уголки, вот, к ним, этот самый, прикручен, вообще-то, они прикручены к полу, а тренажер уже к ним прикручен, и, получилось еще так, получилось так, что, когда я начал поднимать веса, которые ушли за 900 килограммов, я начал его вырывать, вырывать из пола, приподнимать, да, он вырывается из пола, потому что, не вес поднимается сначала, а усилий идет и вырывается тренажер, и поэтому здесь вот пришлось, вот, если вот, видите, такие пяточки приварены, вот они беленькие, вот они беленькие, видите, вот, вот, и, смотрите, еще какая вот металлическая штука, и отсюда вот металлическая, да, и получилось тогда, что, когда я поднимаю, я уже не в пол упираюсь, а я упираюсь в эти пятки, и, как бы сказать, я думаю, тренажер на разрыв, да, он уже не врывается из пола, он уже, вот тут, а так, конструкция, простая, но главное, что сделать, чтобы, знаете, вот она хорошо скользила, на маленьких весах, все нормально работает, на больших весах, из-за того, что здесь пояс, и вот это все, вот так вот, начинается, это, скоржатать, пытается сложиться, ну, пытается сложиться, и уже надо преодолеть, не просто вес, а надо преодолеть, и вот это еще трение, ну, я говорю, так, когда там, по тону, от простого оздоровления, достаточно, грубо говоря, килограмм, там, семьсот, шестьсот, нет, кажется, это самое, нет, я уже читала, что это, да, отлично, вот, отлично все это, вот это сколько, блин, один весит, значит, я так, где-то, тридцать килограмм, ну, что, задело, так, я показываю вам сначала, а потом, потом, значит, вы, чтобы мы просто понимали, еще, почему в валенках, да, мы спрашивали, Сергей Стиславов, что, стопа, получает наибольшую нагрузку, она должна быть в тепле, и, подошва, должна быть ровная, или скользкая, ну, она как раз скользкая, забыл, когда последний раз, валенки одевал, так что, одевайте, валенки, на самом деле, очень хорошая, это, обувь, я вот, зимой ходила, я сама из Кемерово, родилась, там, выросла, 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 через траколеты, поэтому, валенки, да, где-то, с темой, не видно, так, сейчас я вам показываю, я вам показываю, а потом уже под вас, я подстраиваю, значит, чтобы вы понимали, вы будете давить, вот так, вот, видите, вот сюда, не сюда больно, сюда больно, а вот где-то за пяткой как раз, не спеша, в валенках только раз, настраивайтесь, ложитесь, у меня тут все это работало, видите, как быстро я раз, лег, опа, вот так вот, видите, уже таз плотно прижат, плотно прижат, вы еще расслабляетесь, и просто таканушками, опа, вот, опа, и сразу почувствуйте, как у вас здесь идут расслабления, опа, то есть, получается, в отличие от сжима лежа, нет большой амплитуды, мельтвое движение, да? здесь вот, вот этот вот, маленький-маленький, можно ложиться, так, ложитесь, я, чтобы, чтобы понял, насколько тут это, все, правильно, так, теперь, теперь, положите, положите, я вас сюда, о, таз, видите, все поняла, все поняла, так, это, ну, потихонечку давим, вверх? да, потихонечку вверх, о, у нас с вами много одинаково, о, еще разочек, вот это возникновение, возникновение, пошел хруст, где хруст? в позвоночнике, в тазе, да? крестец, крестец, крестец очень трудно правиться, я, как человек, которым этим занимаюсь, сложно, согласен, крестец и, копчик очень трудно, а тут даже, крестец и копчик, значит, смотрите, у человека появилась улыбка, улыбка появляется тогда, когда, как раз, вот идут, вот эти, все, убирайте, нет, 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 лежите, 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 то есть улыбка, это как раз, говорит о том, что, именно, вот этого, и не хватало, вот эти, это было 140 килограмм, так, так же, мягенько давим, 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 отлично, раз, хорошо, еще ручек, два, хорошо, еще ручек, ах, три, ну что, что тут? был на второй раз подъем, тоже хруст, хруст, видите, там, то есть, все, все это, и причем, тяжести в ногах нет, вот как вот при таких обычных, упражнений, все нормально, ничего там такого, нету, это уже 180 было, так, еще разочек, медленно, плавно, давим, 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 отлично, еще разочек, ах, хорошо, еще разочек, да, да, молодцы, все, что еще чувствуем? дискомфортно нет, именно вот я чувствую, просто звоночки, какие-то движения идут, так, сейчас, 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 уберем, у меня и сразу, медленно такая возникает, а чем же люди, подпожжат, название, не повезутся, там, понты, в основном, как я называю, ничего со здоровьем не связано, потихонечку, ножками даем, даем, хорошо, чувствуете уже лучше? Да. Сильнее давление, да, о, еще разочек, дай, 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 хорошо, и еще разочек, все, хватит, ну что? Ну, я могу сказать, что с последним подходом появилась, наоборот, сила, хотя вы вес увеличиваете, да? Да. А сила увеличивает. Дело в том, что вот этот феномен, вы подстратили силу, и к вам еще больше. то, что вы говорили, да. Еще или хватит? Нет, еще хоть нужно. Хочешь что еще? Да. Знаете, сколько здесь килограмм? 200. Здесь уже 240. Да. Да, Таня, это тонн, это я не скажу. Да, Так, а давайте пару тонн. Нет, пару тонн, она просто не... Здесь нормально все? Нормальненько. Да, я все чу. Как только будете готовы, скажете. Вот лучше все даже закрыть глаза, и потихонечку начинаем давить. Потихонечку. Дам, 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 дам. Ох. Еще разочек. Дам, 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 дам. Ох. И еще разочек. Дам, 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 дам. Ох. Хватит. Все, сейчас уже чувствую, что хватит. Хватит. И смотрите, что получалось. Вот сюда скользила, да? Вот эта вот штучка. Это говорит о том, что правая половина тела или правая нога давила меньше. А, меньше. И поэтому сюда скользила. То есть передавливала лево. Поэтому в этих случаях следите так, чтобы ваши пациенты вот это не было. Потому что я заметил, когда начал там на больших весах, вот так у меня, что о, что-то смещение, смещение таза. Чтобы у вас этого не было. А я сейчас, как раз вы сказали, а я почувствовала, что слева давление чуть побольше было. Вот. А так вы вот в начале вы будете давить нормально и будете выравнивать. Поэтому в этих, в первом упражнении не слышите. Да. Так. Сейчас я это все выравню. улыбка. Ложите сейчас удобненько. Давайте я его сюда подвину. О! О! Так. Сейчас подождите, я уберу это веса. Чтобы все это было нормально. Окей. Начинаем вообще вот. спуску его тренажера. 140 кг. Так. Прижали, прижали. Таз не прижат. Таз, видите, не прижат. Вот. Вот, вот, вот. Потихонечку давим. Потихонечку он сейчас прижмется. Дай вверх. Во, хорошо. Раз. Отлично. Как у вас? Хорошо. Давайте давим. Отлично. Еще разочек. На правую сторону нагрузка больше идет. На правую. Такое впечатление, сейчас смотрите, как вы от этого отталкиваетесь. Отталкиваетесь. Не давите, отталкиваетесь. Тогда более-менее нормально будет. Ну-ка, давайте потихонечку. Во, хорошо. Еще разочек. Отлично. Еще разочек. О. Ну что, сейчас, какие там впечатления? Хруста не было. Хруста не было. А почему захотелось? А так интересно, да? Если один человек, то второму хочется. А вот смотрите, вот отсюда снимите его. Тут видно, да? Да, видно, насколько он это самое. Асимметричен. Вот, асимметричен. Тут вы будете определять. Симметрию, симметрию. Вот так, да? Сейчас подправим. Сейчас более-менее. И таз, мне кажется, это висит. Сейчас он его прижмет. Прижмет. Так. Сейчас он его потихонечку давим. Потихонечку давим, давим, давим. На русскую величину. Ага, тут раз. Хорошо. Еще разочек. Два. Хорошо. Еще разочек. Отлично. Три. Не, тяжело, ничего? Не, не, энергия появилась. Энергия появилась. Хорошо. То есть вот здесь идет раскрытие поясницы, действительно идет энергия поступает. То есть, оздоравливаются органы малого таза. Так. Задняя поверхность плитя она добро мащается. Она отпустится. Готовы? Да. Потихонечку. Хорошо. Еще разочек. Интереснее. Да, да, да. Хорошо. Не расслабляться верхней точки. Давим. Еще разочек. Да, да, да. Хватит. Я боюсь. Видите, как он лежит. Ну, это, как бы сказать, первое занятие. Дальше все это дело выровняется. Сейчас подождите. Сейчас подождите. Нет, да, сейчас точно не ровно. Сейчас подождите. Вот так, вот так, вот так, вот так. Подождите все это. Ага. Ну что, начинаем. Потихонечку даем. Да, да, да. Так. Еще штучек. Да, да. О! Нашел прижиматься тазик, да? Ага. Давайте, давайте, давайте. Дай, да, да. Несу, отлично. Все, хорошо. Отдыхаем. Отдыхаем. Денис Петрович, вы пока что налаживаете? Вы для себя делаете гимнастику пока что эти блины? Ну, немножечко есть. За каждую, да. Ну, это ж, смотрите, вот здесь 300 килограмм. Это же, а я 5 блинов по 40, да? Угу. И 300 килограмм, если вот напрямую. Это ж, все-таки. Сколько надо закинуть? Да, 300 килограмм надо закинуть. Или 40 килограмм, или 5 блинов этих сколько? Или 50 килограмм? У меня правильней шеи я сейчас поднял, прям пропустил. Ага, хорошо. Вот здесь вот. Оно там все начинает, так, потихонечку даем. Потихонечку, потихонечку. Ого, ого, хорошо. Раз. Еще разочек. Как будто мне высоты перестало хватать. Ничего, ничего, давайте. Дам-дам-дам-дам. О, хорошо. И переразгибайте ноги. Даем. Дам-дам-дам-дам-дам. Все, хватит. Вот этой выключки, выключки в ногах не должно быть. Потому что как только выключка, как бы сказать, мышцы перестают участвовать в суставе. Держать его. И он начинает вот так вот елозить. Вот это вот учтите на будущее. Поэтому. Ну, что, хватит или еще? Ну, еще. Еще, да? Такое чувство, что лежишь, напряжу. Я тебя спрашиваю. Я еще там принести мороженое. Потихонечку. А ну-ка, давайте-ка, немножечко. Вот сюда. Вот так вот сместим. Давайте потихонечку давим. Потихонечку, потихонечку. Отлично. Еще разок. Это уже чувствуется. Да. Дам-дам-дам-дам. Хорошо. Еще раз. Можем, немножко, немножко. Все, хватит. Сколько килограмм? А? Сколько килограмм? Здесь 340 килограмм. Смотрите, что я еще делаю. Я страхую на всякий случай вот тут вот. Чтобы тут я чувствовал, насколько человек поднимает. Сколько ему добавить. Чтобы он как-то там ее, ну, не уронил более-менее. Сделали первое упражнение, да? Супер. Отходим. Вот, делитесь с вами там ощущения какие-то. У меня прямо здесь как будто положили какой-то сейчас компресс. Компресс, вот. Прямо горьче. Мне кажется, что вы не остановите. Да, выше. Я вот заметил, что я стал выше. Да, кажется, мы же все с возрастом вот так утрамбовываемся, так скажешь. У нас еще связки шимеют такую опцию. Как только они растягиваются, они всегда стремятся обратно. И за счет этого они и прокачиваются. За счет этого движения туда-сюда. Вот это вот как раз вот как-то движение, оно стимулирует еще на большее распрямление. Итак, я методику использую. Я с тела тоже ровняю. И как самый простой способ показать человеку, как он должен ходить. Это просто ходить задом. Несмотря. Автоматически ноги выстраиваются таким образом, под правильным углом. И убираются зажимы временно. Когда человек назад начинает идти. То есть немножечко вот так он даст. Да, потому что он выбирает самое безопасное выстраивание. Отлично. Второе упражнение. Дожим лежать. То есть сейчас как раз у нас начнется рихтовка в грудном отделе. Да, тут уже прям хорошо. Главное прочувствовать, чтобы вы прочувствовали, что это самое. Можно много рассказывать и собственно ощущать. Да, да. Мы на самом деле очень много слышали. Так мы поэтому приехали. Слышать это одно, а увидеть. Когда мы чувствуем. Увидеть, прочувствовать совершенно другое. На энергетику уже по экрану было понятно. А вот... Ну, самой... Ну да, по крайней мере вы увидели автора, который... Который действительно, что-то от него излучается. Смотрите, следующее... Не что-то, а у вас такая мощь идет, скажите. Следующее упражнение, да? Мы, врач, вот она опять-таки, у нас, у нас, хопа-амы. Так, и вот здесь в кость, в кость. Что должно не идти? Не вот так, она тут сломается. Не посередине. А вот, вот, вот так вот. И задача... Ручками... Беремся. И так не отталкиваемся. Хорошо. Ну-ка, давай. Закушим первое. Чего, паленький ужасник. Показись. Так. Опять-таки, человеку надо показать. Вот эти, вот, вот, плечевые суставы. Вот они, да? Вот так. Так. Вот так. Не торопитесь. Здесь у меня как раз лучше запясть не болит. Мы посмотрим. Итак, медленно, плавно убираемся. Дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам. О, хорошо. То же самое. Хорошо. Еще раз так. То же самое. Вот это, это... О, отлично. Ну что, больно, не больно, дядь? Что, как? Нет, могу. Может. Это было 100 килограмм. Теперь мы ставим 120 килограмм. То же самое. То же самое. И... Так. Стоп. Значит, напряжение на задержанном дыхании. Средний вдох и даем. Выдох. Мы расслабляемся. У нас уменьшается. То есть, нет. На усилие мы задерживаем дыхание? Нет. Нет, смотрите. Мы вдохнули. Медленный. Ну, средний вдох вдох. Вдохнули. И давим. Задержав дыхание. А. Вот. Вдохнули. Средний вдох. И потом еще даем, 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 даем. О, хорошо. Раз. Давайте еще раз. Даем, 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 даем. О. Еще. Даем, даем, даем. О. Хорошо. Хорошо, хорошо. Опять-таки отсюда видно, что вот-вот. Перекос способ. Есть, да, перекос небольшой. Ну что, еще даем? Давайте. Отдыхаем. Нормально? Еще не больно? Нигде? Нет. Даже лучше. Что? Я прямо чувствую, что лучше. Нет, нет. Вот все. Там пойдет энергетика. Все, так сказать, начнет становиться так, как должно быть. Так, отдыхаем. Так, кислород. Это хорошо. Вот сразу видно, насколько человек. А, знаете, вот я так вам скажу. Дело не в кислороде. Мы же привыкли, что там кислород или еще что-то. Почему на вдохе? Потому что в порции воздуха содержится энергия, так называемая прана. Все это. Да, и вот мы когда даем вот эту вот прану, мы израсходуем потенциал. Мы ее израсходуем. Не столько кислород, сколько вон. Так, то же самое. На ручками. Так, правильно? Да, правильно. И потихонечку вдох. Пошел, пошел, пошел. Дай, дай. Опять выдох. Да я уже почувствовала все. Ага, вдох. Дай. А, хорошо. Еще выдохик. Дай. Отлично. Ну что, чувствуешь, вот так вот тянет туда, тянет, да? Отдыхаем. Еще. То есть само занятие, сколько подходов? Четыре-пять. Больше не надо. Потихонечку. Раз-раз. Это за раз весь комплекс, все пять упражнений надо делать? Или можно там, как лучше? Вначале делаются первые три упражнения. Я вам сейчас покажу их три упражнения. И через три-пять занятий, как бы сказать, человек уже укрепившись, Добавляются два остальных упражнения. Ну, вы все будете делать. Вдох. Дай, 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 дай. Ну, 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 на, надо давить, не надо бросать. Тут как раз, смотрите сейчас, стоп. Тут еще проявляется, у человека инстинктивно возникает страх перед весами. Он их боится. Да, да, да. И тут еще, получается, что вы перестанете бояться, вы станете такие уверенные в себе, там, кучу хулиганов отбудскаете. Вот. Энергия подключается не сразу, дай, 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 давайте. И... Дай, 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 дай. Молодец, молодец. О, хорошо. Видишь? Вдох опять. И еще разочек. Дай, 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 дай. О, так, так. Отлично. Все. Нормально? Видите, улыбка. А вы не помогали мне? Это говорит о том, что это самое. Я контролировал. Я что-то в левая страсть свистлась на последний день. Да. Контролировал. Ну, вот это прямо ощущение, да, вы правильно отметили, что вначале страх, что я не могу, и ради как отступить. Нет, 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 нет. Безгольный. Тут как раз вон. Тут вы еще будете без страха. Это точно без страха с работой. Сколько последний был подробный? Последний подход был... Так, у нас 140, 160 килограмм. Если что, Кольф, тогда я не буду. Если что, 160, как я не буду. 160 килограмм. 160 килограмм. Что я сейчас подняла, 160 килограмм. Сколько вы жмете в зале, ребят? Я слабая. У меня лучший день 220. Хотя сегодня тут 400 килограмм поднимали. Ну-ка. Нормально? Вот здесь, да? За белой, получается? Да, за белой, да. Так, легли. Всегда легли удобно. Как там этот самый у нас... лопаточки. Нормальненько? Нормально, вообще. Вот. И мы теперь потихонечку сдавливаемся. Вот, сдам, сдам, сдам. Потихонечку, отлично. Раз. Еще раз. Дыши, кто же там. О, хорошо. Еще дыши. Ах. Все, отдыхаем. То есть человек вот сначала на 100 килограмм. Он понимает, что от него требуется. Готовы? Да. Даем, даем, даем. Отлично. Задерживаем дыхание. Даем. Хорошо. Отдых. Еще раз. Отдыхаем. Пошел, пошел. Отлично. Все. Отдыхаем. Отдыхаем. Ну, где что ощущения? Левый бок начинает включаться. Левый бок включается, да? Да, вот здесь вовремя поясница начинает... А, и так, видите, докуда это все проходит? Вот эти все в стиле. Как готовы, скажете? Готов. Давай. Дам, дам, дам. Отлично. Хорошо. Еще разочек. Дам, дам, дам. Отлично. Еще разочек. Пошел, 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 пошел. Хорошо. Хорошо. И вот я, допустим, чувствую человека, насколько ему, допустим, в первом занятии дать нагрузки, чтобы он прочувствовал это. Он еще не прочувствовал, но он уже так подошел к этому. Отлично. Хорошо. Еще разочек. Хорошо. Пол вдоха, не полный вдох. Подохните. Все, никто вас не гонит никуда. Сейчас давить. Сейчас как раз вес то, что... Дам, 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 дам. Отлично. Плавнее включаемся. Как бы нехотя. И потом... Дам, дам. Пошел, пошел, пошел. Отлично. Хорошо. Не бросать. Вот так вот плавнее включаемся. То же самое. Пошел, 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 пошел. Дам, дам. О-о-о-о-о-о. Это я тоже чувствую. Дамы в трохе энергия пошла. Да. Харе. Да можно еще. Можно еще, да. Ну вот тут придется, так значит. Уже посерьезнее надо. Сотки килограмм уже. Сейчас 300 килограмм повесили. Было 260. То есть шаг 40 килограмм, да? Ну это я так. Тогда готовы, так скажете. Потихонечку включаем. 300 килограмм пропустили энергии но еще раз не хватает энергии для того чтобы связки улыбка да все правильно у вас возрастает энергетический потенциал занимаясь через них прошла энергии чтобы они были довольны и получился сказать вот это терапевтический эффект там пришло там щелкнуло сейчас это упражнение как раз вот это все еще поправить все эти вещи очень такое упражнение то есть здесь развиваются самые большие усилия всегда там подгонка идет под конкретного человека упражнения вам понравится вот здесь как раз у нас как бы сказать . проложение силы вот вы еще поищите носки параллельно да тогда еще работают вот эти все и вот тут тазиком ножками раз когда большой вес это чтобы это для того чтобы это сначала вот так вот подсадить а я на вас буду набрасывать все это делать подсели натянули вот правильно ну как вот сюда вот немножечко сюда съехали о ну-ка потихонечку даем ножками ножками о хорошо какие необычные ощущения давай еще да все хватит хватит ушли 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 то есть тут тоже должно быть вот эти углы такие чтобы развилась максимально усилие если чуть просадились оно не разовьется если сюда оно тоже нужно давить некуда то есть вот это надо будет тут вывозь прочитать ну да сейчас я думаю отстроим так сейчас раз натянули опа вот сюда о уже лучший угол потихонечку даем ножками 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 раз давайте то же самое ножками два отлично да немножечко вот сюда нет вот так о о видите задницу так сказать о видите ну-ка еще разочек о еще разочек так по-моему даже вече пошло да то есть инструктор он смотрит угол он он смотрит угол вот сюда давить что чё как потихонечку хорошо раз еще разочек ножками 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 хорошо тоже самое ножками ножками о отлично так потихонечку даем дай хорошо ножками так же дали ножками lead н 씨 larm к плommen вот это все начинает раздвигаться пойдут лучше ноги будут лучше там работать даже не думала что-то я когда смотрела на видео мне казалось что это очень тяжело и очень дискомфортно и первое упражнение мозг сопротивлялся не мог понять какой части тела а вы подсказывали инструкция очень важно 5 лет не прошли не просто чувствуется вашу лично натянули натянули так 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 этим сейчас будем давить и потихонечку еще подвесим и вот смотрите с первого раза если человек один раз как там да ничего не почувствует конечно а вот это три раза уже чувствуете куда давить пройдитесь немножко и неровный новый начинает это не один ход а три раза подряд туда же ух и прям сказали энергии да прям энергии там не горь не его как обычная гантель да смотрите оленостопный будет прекрасно коленный тазобедренные поезды еще то есть то что это болит вот эти вот суставы вот это все будет лечиться здесь вот она вот уже больше до трассы вы еще почувствуете энергетику потихонечку 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 давайте пошел 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 подальше Ну-ка еще посмелее, ножками, Анна, подождите, 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 сюда, сюда еще, во, во, то есть вот здесь вот это должно быть соответствовать, не туда даете, да, ну, да, о, совсем другое дело, да, еще разочек, то же самое, так же, пошел, хорошо, вот тоже самое, ну-ка, тазиком, раз туда, еще разочек, раз, отлично, и еще разочек, пошел, 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 все, ну как оно? Вот, 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 сейчас, сейчас, сколько килограмм? Здесь, так, 340, 380 килограмм, 380 килограмм, и поясница моя в шоколаде, вот, шоколад, вот как важно, да, чуть-чуть, о, я уже не могу, да, с большими весами вот это вот, надо туда встать, Ну, это только со стороны человек может подсказать, грамм, ну, когда будете заниматься, вы, вот, в этом, сейчас вы поймете Правда, надо все внутривенно, что-то внутривенно поставить Внутривенно? Ну, имеется в виду, это так образно Врачебная А, у вас рост одинаковый, менять особо ничего не надо если больно здесь можно прокладочку положить неприятно наоборот было вот так вот и немножечко сюда больше вот чтоб вот это работало еще разочек отлично нужно с местами сходить вот так тазом туда хорошо так и легче отдохните походите отдохните походите поясницу там сама все сейчас она будет с этим уже весом последующему мне нравится то что у вас накопилась энергия то есть больше стало нежели вот так вот так сюда немножечко ножки параллельно вот вот хорошо вот сейчас тут должно быть седло седло и медленно плавненько ножками 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 хорошо раз еще разочек хорошо да еще разочек то что у вас возникает радость потому что вот эти все эти и смотрите в этом упражнению просто таких весом не дошли очень надо осторожно подготавливаться потому что вот здесь вот паховые вещи укрепляются очень сильно если человек не укреплен у него просто-напросто можно как бы вот этот палка лежит на на бедрах а сами отклонились назад 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 и потихонечку потихонечку полегонечку пошел-пошел о вот ножками с большим весом вот такое представление как будто идет от ног туда в макушку еще разочек да сделаем да да это упражнение самое лучшее у меня результат 560 кг вперед да наконец нет назад назад вот так вот так и пошел ножками отлично раз еще разочек два еще разочек хорошо еще еще плавненько очень осторожно плавненько и вес вес наращивать очень-очень лучше еще разок ножками ножками да еще разочек и еще разочек тоже самое ножками так хватит все отрезался а сам агрегат получается весит 100 кг да? ну да вот эта вот рама 100 кг ну и плюс дополнительный вес да только насколько он быстро собирается разбирается да полдня меньше пару часиков куда-то пару часиков куда-то если знать как все это быстро если там не знаешь ну то есть вот смотрите вон видите вот она рама пошла вот она придет рама вот она и получается вот два этих ваша задача значит вот это вот раз собрали и чтобы она не сложилась здесь скрутила и все и все ну и по идее должно быть вот это сужение в пол да? ну это в идеале да? он идет без без этих а без этих это ваше да это я уже сделал вы просто хорошенько прикручиваете ее к полу вот здесь вот по полу да упражнение следующее вот эту отлично раскрывает вот здесь вот все все раскрывает здесь вот укрепляет позвоночник ну плечи расправляются да 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 ну это так смотришь становится и ножками так сюда что не кладется? ничего не кладется если нормально стало вот так стало ровненько ровненько стало ровненько стало ладно нижний нижний ну-ка давай сначала так так теперь сюда 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 по мне подходишь по мне подходишь ножкой ножкой чуть шире вот так параллельно о! вот со спины здесь сними со спины тут надо снять со спины тут тоже чувствуется какая-то ассиметрия ручку ручку сюда то есть вот она стоит да? и плавненько давим ножками давим-давим-давим раз хорошо еще разочек вот то же самое вот может мы смелее немножечко смелее вот нормальненько ход ног? ну мне кажется пониже опустите смотрите что вы делаете выходите ну я так показалась выходите выходите уже все это делается до миллиметра до миллиметра до миллиметра помните чтобы опускаем слишком будет много а вот это вот как раз ага можно как раз этого не хватает ага так становимся опять-таки нормальненько здесь лежит? да нормальненько здесь лежит все да? смелее смелее так все так зафиксировано и ножками даем ножками даем раз не тропись ножками даем дам-дам-дам-дам еще разочек не тропись о хорошо опять дышит неправильно да я часу уже все хватит да? как? еще хочу не стеснитесь она не кажется как будто там по 5 килограмм ешь тут 5 килограмм а будет ощущаться как 20 так встали лишний раз посмотрим ножками медленно плавно даем дам-дам-дам не не торопись медленно дави дам-дам-дам-дам вот все ну что? да сейчас почувствую еще чтоб вообще стрянуло да с этим же весом с этим весом понятно надо двадцать походи чуток да в лопатках пошло поясничка у меня это прям встало прям чувствуется что она прям правильно у меня попка назад не носков да 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 вот это все то есть как в машине вот эта рихтовка идет чтобы все эти колеса ровно были да 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 сход-развал да 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 сход-развал так что все у вас будет нормально так встали немножко немножко сюда чуть-чуть чуть-чуточку сюда стопы вот так вроде бы как так и не спеши медленно плавно давишь медленно плавно давишь вот чтобы ничего не смещалось Итак, готово? Давим, 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 давим. Не торопись. Видели, как все стирало? Вот стало вот так, вот замерло. И ногами только давишь. Давай. Ножками, 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 ножками. О, и еще разочек. А пятки отпускаю? Нельзя пятки отпускать? Пятки все плотно стоит. Давай. Даем, даем. Все, хватит. Хватит. Тут надо готовиться. Вот тут в тазе играет. Игры в тазе не должно быть никакой. Я чувствую, что не прочувствую это упражнение. Не сразу, не сразу. Не сразу, как говорится, в штыр. Энергия пошла, но да. О, прямо тепло. Но потом, потом. Вот эта холка разминается. У кого холки вот это все. Подушка безопасности. У нее подушка безопасности. Становимся. Вот, хорошо, хорошо, хорошо. Вот так. Во, 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 во. И ножками даем. Ножками, 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 ножками. О, о, видишь, как хорошо идет? Ножками. Отлично. Еще разок ножками. О, хорошо. Не торопись, не торопись. Вот это как только движение быстро пошло, у вас начинаются вот такие углы ломаться. И не так это. Медленно, плавненько. Да, ну, хорошо. Еще разочек. Хорошо. И еще разочек. О! Вот тебе еще подвесили. Угу. Так тебе первый раз поудобнее. Ну, остановись здесь, здесь это, ну, как бы сказать. Я уже вам показал, но мы еще сами должны. Так, 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 так. Вот так. Во! Во, 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 да. И ножками. Еще раз. Еще разочек. Ножками. Ножками, хорошо. Еще разочек, ножками. Смотрите, 301, все. Отсюда ничего не чувствуешь? Нет, только здесь. Здесь. Ну, вот там оно как раз разломается. Мне как раз таки тут и надо. Вот оно разломается будет. Гручишь так. Естественно. Вот тут, а дальше, когда позанимаетесь занятий там 5-10, вот почувствуете, что вас как-то подбрасывает. А, как-то подкидывает, да, будто. Да. Ну, вот и все. Такие вопросы еще. Отдохните. Почувствовала я прям реально. Самость ребят опрашивали. Че там как? Нам никто толком... Я им так не говорю. Поехали, посмотрим сами. Вот это вот. Ну, благо-благо. А че ж они ничего не рассказали? Ну, каждый со своей признью рассказывал. Очень, вообще-то, трудно что-то изложить. С первого раза. Как-то толковое, что-то оно как-то было. А еще не забывайте, у каждого человека есть мозг, который анализирует, который тело, может быть, чувствует, а мозг сопротивляется, включает анализ и какую-то критику. Настолько мы все разные, поэтому всегда надо самому проверить. Ну, как? Почувствовать. Тепленькие? Да. Да, очень. Вот. Буквально, поскорее, я поняла мысль, что голеностоп... Ну, голеностоп очень большая нагрузка, и поэтому старайтесь на всех упражнениях не вот так ставить, а вот прямо. Да, да. Четыре точки, чтобы на стопе было. Вот. Попорно, да? Как я занимаюсь. То есть все это сам, 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 сам. Там валенки, смотрите, разница, вот видите, бортик. И видите, какой тут бортик. Толщина. Да, толщина. Чтоб не так давило. Потом в первом упражнении. А это ваша наработка, валенок? Нет, нет, это самодумово. Но я где-то слышал, что кто-то еще до самодумово занимался в валенках. Там муж с женой даже занимались. 800. С виду было очень легко. Как говорится, и тут остаток понесло. На. 900. Я им показывал 800. Постарайтесь почувствовать, что я там чувствую. Это часто у своих пациентов слышу такую фразу. Ну что вы хотите в нашем возрасте? А что вы хотите в своем возрасте, то и получите. А что вы хотите в том, 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 что вы хотите в